Че произошло? Ну че, они схватили коптер. Это я уже рассказала, что сейчас там с Саньком происходит, ты его оставил? Ничего, я попытался флешку вытащить, он спалил короче в коптере флешку, говорит, мне не телефон, ничего не надо, вытащи флешку из коптера, но он походу наученный уже. Ну и я попытался, короче, вытащить флешку беспалевно, и короче, она упала, он схватил флешку и говорит, все, пойдем сейчас флешку смотреть, подошел к полиции, и полиция говорит, типа, все, пойдем в ту же карту смотреть, если там что-то есть съемка, здесь на всем берегу съемка запрещена. Это Франция, братан. Вот это история про Францию, они каждый раз говорят, это Франция, типа, не волнует вообще ничего. Да ладно, серьезно? Они постоянно это говорят, я не понимаю, типа, это Франция, вы что тут, это вам тут не ваши? Миш, а Санек, ты что там сейчас делаешь? Ну, он пошел вместе с ними флешку смотреть, а я коптер забрал, чтобы они хотя бы коптер не утащили. Они увидят видео и отформатируют флешку, и все, и мы остались без видео. Ну, я не этот, как там? Не фокусник, не Дэвид Копперфильм. Шулер, не Дэвид Копперфильм. Не, я хотел, я уже нажал, короче, флешку вот так вот, он смотрит, и я ее раз так, начал перекладывать, короче, в палец, чтобы, ну, незаметно было, и она у меня упала, он такой сразу, оп, оп, понимаешь, я бы ему коптер отдал, скажу, вот на коптер иди смотри. Я бы флешку в карман положил, Катя бы подошла, я ей отдал. Мы так делали уже с GoPro, я там GoPro Санеку передавал, там, короче, там, чтобы никто нас не спалил. Ребят, в общем, забрали у меня флешку, удалили с нее видео, но я надеюсь, что они не знают, что такое низкоуровневое форматирование, и сейчас мы все восстановим, у меня есть специальная программа, и если у вас удалили что-то с флешки, вы можете ее засунуть, есть куча всяких программ, и восстановить. Единственное, главное, после этого не записывать ничего, ну, то есть, до того, как вы восстановили, главное, на эту флешку ничего не писать, то есть, просто ее сразу вытаскивать из камеры, и все восстанавливается. Да, и все восстанавливается вообще очень легко. В общем, нам понравилось на Сан-Тропе, на Ники-Бич, вообще нереально круто. Ну, на Ники-Бич надо брать именно... Да, лежаки, мы сэкономили денег, просто, на самом деле, могли бы сейчас по 100 евро заплатить в четверых, то есть, 400 евро и тусить там просто до упаду, я думаю, в принципе, да, и поесть бы, и... Ну, там пляж, клубная музыка, там все красиво. Да, ну, иди Сан-Домори чуть-чуть дольше идти, ну, зато там куча молодежи... Да, и бассейн там есть. Да, все русские из Сан-Тропе и прочее, прочее, все им тусуются там. Едем в Кома, на озеро Кома. Сейчас мы едем дыню, какое Кома? А, озеро, до озера Кома. Озеро! Ребята, вот такие шишки валяются повсюду. Это похоже на кедр, но вот даже кедровые орешки есть. Но это не кедровые шишки. Ну, я не понимаю, что это. Кто знает, напишите в комментариях, ребят. То есть, деревья выглядят вот так, смотрите. Да, деревья похожи на кедры. Вот, смотрите. Кедры такие. Это очень круто. Ну что, до свидания Сан-Тропе. Вот мы и уезжаем. Двигаем в сторону Кома. По маршруту пишет 490 километров, 5 часов 28 минут. По маршруту пишет 490 километров, 5 часов 29 минут. Кома. 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 Мы поняли, что в Сан-Тропе надо кучу бабла иметь. Ну, хотя это было изначально понятно, но мы пытались, бомж-туризм такой, ну, то есть мы не старались нигде не платить, но все равно потратили очень много денег. И сюда обязательно вернемся, и уже будем отдыхать совершенно по-другому. То есть здесь нужно отдыхать именно лакшери такой, ну, если ты хочешь прочувствовать именно, что такое Сан-Тропе, то вообще нельзя экономить. В день надо примерно, ну, 500 евро на человека, тогда ты будешь нормально здесь тусить. Заехали на очередную виллу. Я узачку в замок заехал. Это не вилла, это вон на день. Тут бентли стоят. Да. Замок прям какой-то. Слушай, нереально красиво. Энтри дегустейшн. Вот это нам. Вот нам туда. На дорожку, так сказать. Ребята, понемейте. В коем случае. Чего это было красиво? Обалдеть. Пусть, что, позвонили преддать? А. Вау. О, ну чувствуете, как погреби? Как погреби. Как погреби, да. Как погреби. Бонжор. Вон, Настя, что ты хотел. Прям руками вину туда. Заехали на дегустацию. Вау. Бонжор. Бонжор. Ребята, посмотрите просто, сколько здесь этих бочек. Обалдеть. А это, смотри, это бочки рабочие? Или это муляж? Не знаю. Мне кажется, муляж. Не, а смотри, сделан реальный кран. Муляж, вон, смотри. А, не, муляж, муляж. Видно, что стену видно. Обалдеть. Вон, чувствуете, как прям вином пахнет. Пробкой, вином. Боуни, почки. Вот это круть. Реально тут просто, я не знаю, как. А там просто не пускали. Жалко, что я свет с собой не взял. Здесь ничего не видно. Может быть, отбавли. Посмотрите, да, ребята. Это весь процесс показывают, как они упаковывают. Это упаковка. Разлив. О, а это они настаивают. Смотрите, у них все новое оборудование. Прям алюминиевое блестит. Никогда бы не подумал, что это в таких объемах. Вы только на это посмотрите. Там кто-то есть? Смотри, оно вымыто полностью. Чистейшее, да? Наверное, кто-то ждает меня. Это что, вода? Нет, это вино. А вино? Оно настаивается, да. Да, 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 да... Субтитры создавал DimaTorzok А вы все говорите по-русски? Не все, но... Я говорю, хорошая жизнь, когда вечером едешь с пляжа, заехал к другу, да, и попил вина, пообщался, красота Это как мы, да, мы с пляжа ехали, заехали к другу, да Очень круто Поехали дальше, да О, вот это хорошее Леонарди Каприо А это какое-то историческое, то есть это, ну, давно-давно, да, это замок или что это? Самый старый виноградник в Сент-Фропе Ага, мы видим прям такое, ну, как бы считается, как основание, то есть, по стойке 820-й, по-моему, там написано Да, нет, больше, здесь есть, в Сент-Фропе есть винограда уже больше, чем 10-10 лет Ага Но этот винзавод, она уже работает в 1340, это почти уже 800 лет А вы здесь живете прям, да? Или нет? Не так давно Не, не, я понимаю, прямо в этом месте вы живете или у вас дом где-то отдельный? Нет, я здесь дома Прямо здесь, да? Нет А, здесь дома, вы сюда приезжаете просто, то есть, как, как это происходит? Здесь винзавод Это винзавод, да? То есть, здесь сейчас никто не живет, грубо говоря Но человек, который сам взять вино, он здесь живет А, вот здесь Ты снимаешь? Фигим, представляешь, выходишь, и вот у тебя такая винодельня тут Класс! Не, ребят, на самом деле, это просто очаровывает, то есть, вот ты идешь Здорово Я понимаю, почему сюда приезжают все звезды Вот смотри, вот в том здании, это вот стоят бочки, в которых варится вино Смотри, какая дверь, как виноград изображен, видишь? Это, наверное, первая соковыжималка Это мнет, наверное Это первая соковыжималка Да, вот, да, смотри, она мнет виноград, видишь? Подожди Рабочая? Не, не крутится Класс, да? Вино шикарное, да? Обалденное, надо взять Просто шикарное вино Здесь виноград еще не поспел, ребят Вот предыдущие мы приезжали Красное вино Ага, это красное Это красное Каждое Красное вино, он 18 месяцев Ага На этой бочке Потом он опять вернулся в металлический, который чуть-чуть подальше Зачем? То есть вы держите 18 месяцев? Да, он хрустарин, но в нормальном состоянии Ага Это дает вкус, который нужен на наше вино А бочки из дуба, да, сделаны? Да, да, да Мы их поменяли каждые 3 года Каждые 3 года их меняете, да? Уху Есть разный цвет Потому что есть, которые много А если не менять, то что будет? Плохой вкус? Да Потом виноград Горько? Не будет так вкусно Ага, ничего себе Я наоборот думал, что чем старее бочка, тем лучше Нет, это для коньяк Это самый старый винодзавод, который есть в центре Больше чем 800 лет А виноград уже больше чем 2000 лет Это сорт этот район А как сорт называется винограда? А у нас 13 разных сорт Есть Сенсо, есть Мерло Из этого района есть Мурведра и Роле Это просто из Кот-де-Пранце Потом есть Сера, Каберней, вот есть много 13 А как делается Розе? Розе, это тоже самый виноград, чем красный Разница, что в бочке, когда мы сделаем красный, с соком идет кожа А розе, это тоже самый виноград, но сразу надо убрать кожу Кожа убирает? Это кожа, она дает свет А как вы убираете кожу? Когда у нас есть пресс, когда мы сделаем пресс, сразу кожа уходит А, понятно Чисто сок, вот сейчас А красный, это наоборот Сок идет с кожи И идет процесс ферментации с кожи И чем больше времени кожа остается, тем больше красный А сейчас есть такая мода, что розе, он бил очень светлый Да Есть очень много девушки, которые пьют розе Они не любят, когда он темный И надо, чтобы этот процесс, он бил быстрый-быстр Чтобы цвет не милляет Конечно Обрабатываете чем-то виноград или вот он прям, только поливаете и все, да? Или чем-то обработаете? Мы не поливаем, это солнце и... Даже не поливаете? Конечно Обалдеть Виноград, он очень далеко ходит Ааа Подземной водой питается Подземной водой питается Вода, как ему нужно А как долго готовится розе? Вот вы сняли урожай, сколько времени? Урожай это сентябрь-октябрь И уже февраль, март, апрель можно пить Можно пить И обычно мы пьем вино на следующий год Урожай на стояло, да? Урожай на стояло, да? Угу И на 15 мы пьем уже урожай на стояло Урожай на стояло Понятно А к розе относятся, чем старее, тем оно вкуснее или нет? Нет Наоборот Именно надо пить им свежее Понятно А это из поколения в поколение передается? Или как-то купили эту... Нет, мы купили 9 лет назад 9 лет назад, да? А вы что-то новое придумываете? Или вот как были старые сорта? Вы так их и производите? Или вот... Нет, есть... Есть закон Что у вас было вино, которое можно называть Кот-де-Провенс Надо, чтобы у вас был виноград, который в списке Который может в этом районе В соответствии Я первый раз, честно говоря, в таком месте Прям фаб... Это сам лаборатория какая-то, да? Да Здесь, вижу, есть такая большая коробка Есть все бутилки Пустые Да Этот человек, который сработал, он возьмет Виноград с бутилкой сразу Ага Потом здесь От эти большие... Бутилки, которые мы видели металлические Придет здесь вино Напрямую из бочки, да? Да, да, да Большие шланги Чисто так все, да? Потом здесь попки Вино, которое здесь детишек Что, 15 лет? Ого! Сколько 15 лет этому вино? Это красное Не имея... Проценты капают 10 лет мы его держали в бочке Уже 5 лет, что он бутилька Сколько стоит такая бутылка? Она стоит здесь на винзавод 22 евро Ну, это последняя 22 евро за бутылку? Да Это последняя? Да, потом у нас больше не будет А у вас есть какое-нибудь самое старое вино? Вот, которое прям... Какое-нибудь? Нет такого? А вы часто пьете вино сами? Да, пошли каждый день Да, вот так вот ребята делают вино А в Россию поставляете? Нет еще Нет? Нет Ну будете, значит Не, мы выложим видео, будете поставлять Ребята, кому нужно крутое вино То отсюда Да Да Пригоняйте гружевик Ну это тоже вкусно Да, тоже вкусно Ну конечно вкусно Конечно Не, ребят, действительно никакая не реклама Мне ничего за это не платили Действительно, обалденно Ребята, ну, просто скажите, как вы себя ощущаете? Мы застряли Мы зависли Вино Я такой... Ребят, сантропой нас не отпускает, вы понимаете? Не, вино просто сумасшедшее Реально Мне кажется, мы нашли именно ту точку, которая нам была нужна Мы весь отдых ездили, ездили, ездили Искали то место, где мы можем расслабиться и кайфануть Слушай, это которое вам надо И вот оно Вот оно это место Нет, нет Откуда вы знаете русский? Вот мы, например... А я жена русская АААААААААААААААААААА Аааааа Сбросов больше не имеем Ребята, посмотрите на этот закат Вы просто... Ну не знаю, камера, наверное, это никогда в жизни не передаст Но... Камера никогда не передаст Выпить вина, которое выросло на этих винограниках И посмотреть вот такой вот закат Прямо душа вот расцвела, да? Да, расцвела Классно у вас тут, конечно. Вот, Миша, купил немножко вина французского. Аромат чувствуешь какой, когда выходит? Класс. Не, ребята, здесь, конечно, природа просто. Все, ребят, давайте не будем задерживать, мы тоже поехали. Спасибо вам. Огромное спасибо, да, было очень приятно. Спасибо. Прямо реально, ребят, не хочется отсюда просто уезжать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пято Сан-Тропе нас не отпускает вообще просто. Что бы мы не хотели сделать. По идее, мы должны были уже быть знакомы. Мы едем обратно в Сан-Тропе. Катюха, пятерку. Короче, мешай. Сейчас я просто попробовала это виной. Оно перевернуло мой разум в отношении французского вина. Вообще в отношении вина, какой оно может быть. Это очень-очень крутое вино. Понятно, что оно, конечно, не самое дорогое. Но у них здесь есть лимит в цене. То есть ограничения. То есть такое вино в России стоило бы, наверное, тысяч шесть за бутылку рублей. А здесь мы его купили за двадцать евро, да? За девятнадцать. Мы едем обратно в Сан-Тропе. Не, а вот цель какая у нас? Поесть? Пожрать трюфелей. Ребят, ну мы опять в этом... Опять здесь же. Сан-Тропе не отпускает. Да. Просто так. Hello, we have a table for people. Yes. Yes. Ха-ха, нас узнали. Thank you. Миш, что они хотят есть? Я не знаю, что они хотят, но блюдо стоит 80 евро. Да. Но ребрышки стоят 80 евро на двоих порциях. Шашлык? Миш, что они хотят есть? Миш, что они хотят есть? Миш. 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 Вот только что нам принесли вино с винодельни, которое мы только что пили, только вот оно нам обошлось где-то за 10 евро за бутылку, а нам принесли его за 39 еврочка за бутылочку. Самое лучшее Розе во Франции, которое мы пробовали. А вот у нас идут мальчики. Стоило вас оставить, на секунду уже сидят в уголках. Лучшее Розе во Франции. Давайте отведаем лучшее Розе во Франции. Ребята, за вас! Саш, я знаю, это просто такой груз, деликатес. Яйца с тропелями, ребята. Улица магазинов вот здесь, где много магазинов. Да, здесь есть одна улица, которая идет в форт. Здесь, наверное, есть фэнди. Все, поняли, да, знаем. Фэнди знаем. Где мы были? Прям с этим ящиком туда и придем. Здрасте, мы пришли. А как называется на французском яйца с тропелями? О, а латруф. А можешь написать здесь? О, а латруф. Я думал, что они, как у нас, это ойф, бьем. Ага, вот так. А, ла. Настя, берем мясо и тропеляйте. Да, опять. Ребята, это лучшее мясо, которое я пробовал. В жизни вообще. Это просто нереально. Я даже без соуса его ем, потому что... Нормальная телочка. Ты? Опа-на. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова